Привет, друзья! Вы на канале MyGadget. У природы нет плохой погоды, но к походу всё равно лучше подготовиться основательно. Поэтому мы собрали 5 лучших товаров для туризма, с которыми любой поход и путешествие станут в итоге прекрасным воспоминанием. Смотрите видео до конца, чтобы не забыть ничего важного и добавить в свою жизнь и много приключений, ведь они того стоят. И открывает нашу подборку двухместная палатка Totem Same. Её цена на момент записи видео 3100 рублей. Лёгкая летняя палатка с москитной сеткой для отдыха на природе, рыбалки и походов в выходные. Двухместная Totem Same весит меньше 2 килограммов, поэтому не станет балластом, когда все вещи нужно нести на себе. А собрать палатку можно всего за 5 минут. При росте 120 сантиметров в центре палатки получится даже выпрямиться. У палатки есть большой вентиляционный клапан, так что вы сможете дышать свежим воздухом. Насекомые и их знакомые поймут, что им здесь не рады, потому что спальное отделение можно закрыть в том числе и москитной сеткой. Стоит отметить, что других отделений в палатке нет. Да и зачем они, когда стены – сосны великаны, а ковёр – цветочная поляна. Модель выдерживает сильный дождь, потому что швы проклеены. Теперь давайте при свете костра отделим мух от котлет, а плюсы от минусов. Плюсы – лёгкая, компактная, быстрая сборка, москитная сетка и чехол и вентиляционное отверстие. Но минусы – недостаточная вентиляция и палатка однослойная. В общем, тотем самое – это хороший вариант с герметичными швами для двоих, если хочется рвануть в поход на несколько дней и не тратить всё это время на сборку палатки. А если бабушка отказалась сидеть с детьми, но душа просит единения с природой, присмотритесь к четырёхместной палатке от Ланью. У неё двухслойный тент, две комнаты и тамбур. Ссылки на обе палатки оставили в описании, ну а мы продолжаем наш поход по подборке и приходим к вещи, в которой ночью будет тепло и уютно. Это спальный мешок Trumpfjord T-Loft Compact. Его цена на момент записи видео – 6600 рублей. Модель с анатомическим капюшоном и тепловым воротником. Есть вариант с левосторонней или правосторонней молнией. 3D-форма спальника означает, что его крой учитывает анатомию тела, поэтому спать в таком будет комфортно. В районе головы тоже всё по высшему разряду. И капюшон с утепляющими валиками, и затяжки, чтобы холод не пробрался ночью куда не надо. Собачка никогда не будет лишней в походе, особенно если она перекидная, и молнию можно расстёгивать снаружи и изнутри. К тому же есть специальная трубка, чтобы ничего не заело. Внутри спальника не только два кармана, но и утеплитель T-Loft. Это такие синтетические гипоаллергенные нити, которые греют как натуральный пух. В подголовник можно положить подушку, а ещё есть петли, чтобы сушить спальный мешок в подвешенном состоянии. А если не хватает человеческого тепла, есть функция состёгивания – можно соединить два спальника. Теперь затягиваем на плечах тепловой воротник и раскладываем по карманам плюсы и минусы модели. Плюсы – лёгкий, тёплый, компактный, защита от заедания молнии, возможность состёгивания и он быстро сохнет. Но минусы – узковат в ногах и цена. Что тут скажешь? Лёгкий и удобный спальник, который позволяет присоединить второй и хорошо сохранять тепло. Кстати, если ночью захочется горячего чая, можно сделать его заранее и налить в термос Арктика, который вы сможете положить в рюкзак и при этом ничего не выйдется. Но с какими бы туристическими гаджетами вы не отправлялись в поход, стоит помнить, что после возвращения с природы принесёте домой не только приятные впечатления, но и песок в ботинках, пыль на ветровке и сосновые иголки в палатке, рюкзаке и карманах. Тут пригодится вертикальный пылесос Дженкси М1. Этот гаджет с мощностью всасывания 360 Вт гарантированно соберёт всю пыль и грязь не только с пола или ковра, но и поможет в чистке походного снаряжения. Для большего удобства он трансформируется вручной, а значит и весь автомобиль уберёте быстрее, чем ставили палатку. Комплектация из почти десятка разных насадок в два счёта подготовит походный комплект к новому выезду. Пора двигаться дальше, и чтобы взять в поход всё самое нужное, не обойтись без этой вещи. Рюкзак туристический Nature Hike 70, его цена номен записи видео 10 990 рублей. Это профессиональная водостойкая модель, которая позволяет оптимально распределять нагрузку на спину. Подходит не только для туризма, но и для альпинизма. Рюкзак из прочных материалов, которые не подведут, независимо от погоды. К тому же есть встроенная накидка от дождя, чтобы рюкзак не промок. Независимая регулируемая система подвески распределяет нагрузку на спину. Но если нести на себе 90 килограмм всего самого нужного, вопрос. Планируете ли вы пользоваться спиной после похода? Есть грудная стяжка, а на ней сигнальный свисток, но надеемся, что он никогда не пригодится. В рюкзаке много разных карманов и отделений. Есть вентиляция спины и можно вывести питьевую систему, чтобы утолять жажду и не сбавлять темп. Благодаря петлям и стропам можно крепить трекинговые палки, ледорубы, палатку и другие важные штуки. Но пластиковые застежки иногда ломаются. Давайте добавим дополнительное снаряжение в виде плюсов и минусов модели. Плюсы. Вместительность, система подвески, комплектация, крепление, удобные лямки, свисток и чехол. Ну а из минусов только фурнитура. Nature HX70 это достойная туристическая модель с анатомической конструкцией, как для мужчин, так и для женщин. А чтобы не сесть в лужу, можно захватить с собой туристический коврик того же бренда. Он складывается гармошкой, поэтому его удобно носить с собой. А толщина 25 мм позволяет спать и сидеть на коврике с комфортом. Но мы идем дальше и не забываем взять с собой в поход особую атмосферу. А если точнее, многофункциональную портативную блютуз-колонку NowGo. Ее цена на момент записи видео 8 990 рублей. Это компактная модель с функциями внешнего аккумулятора, блютуз и игрой с светом. Колонка с удобной ручкой весит всего 850 граммов, поэтому любимые мелодии треки легко брать с собой на природу. Причем воспроизводить музыку можно через блютуз, аукс и юсби. Есть функция освещения, с которой колонка становится настоящим фонарем для кемпинга. Легко выбрать холодный или теплый свет, чтобы создать нужную атмосферу. Можно устроить свидание или безмятежную пати на природе. Главное, не мешать лесным жителям. Встроенный аккумулятор на 5200 мАч означает до 15 часов музыки без подзарядки. Меломаны. Это вызов. Есть умный режим энергосбережения, с которым NowGo проработает дольше. С функцией пауэрбанка можно заряжать от колонки другие гаджеты, а благодаря поддержке технологии TVS вы сможете создать стереопару из двух колонок NowGo. Два динамика по 48 мм с суммарной мощностью в 20 Вт – это крутое звучание, как в более серьезных акустических системах. А с флагозащитой IPX6 можно не выключать колонку и танцевать даже под дождем. Теперь немного убавим громкость и послушаем о плюсах и минусах модели. Плюсы. Легкое и компактное, мощное звучание, функция освещения, функция пауэрбанк, блютуз, аукс и юсби, поддержка технологии TVS и влагозащита IPX6. Но из минусов только цена. В общем, классная портативная колонка, с которой и музыку можно послушать, и путь освещать, и гаджеты заряжать. Ну и какой же поход без культурного отдыха с аппетитной едой? И для этого пригодится складной набор для пикника. Стол Ника и 4 стула. Его цена на момент записи видео – 4200 рублей. Комплект походной мебели, который удобно хранить и брать с собой для пикников на природе. Каркас стола и стульев из алюминиевого профиля. Столешница из водостойкого пластика, а сидение из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Поэтому мебель не боится ни влаги, ни загрязнений. Всё легко очистить, и это очень кстати, чтобы не испачкать багажник, потому что чехла в комплекте нет. Это компактный набор, который не займёт много места ни дома, ни в машине. К тому же его можно быстро разложить, когда настанет пора накрывать стол под пение птиц. Высоту стола можно отрегулировать. Вариант пониже – 44,5 см, или повыше – 61 см, чтобы с комфортом есть шашлык и овощи, запечённые на мангале. Устойчивые стулья маленькие, да удаленькие, и выдерживают до 90 кг. В комплекте их 4 штуки, чтобы собрать за походным столом дружную семью. Так, доедим пропитанный шашлычным соком лаваш и проверим на мангале готовность плюсов и минусов. Плюсы – лёгкость, компактность, материалы, влагостойкость, регулировка высоты стола и прочность. Ну а минусы – нет чехла. В целом, это удобный комплект складной мебели оптимального размера, с которым можно устроить пикник где угодно. Ну а чтобы обедать на свежем воздухе было ещё комфортнее, пригодится набор туристической посуды. В нём чайник, кастрюля, сковорода, три чашки, черпак, лопатка и губка. Поэтому в походных условиях и уха получится, и чай. Все ссылки оставили в описании. Ну а на этом всё. Сегодня мы рассказали вам о пяти незаменимых вещах для отдыха на природе. А с дополнительными товарами поход станет максимально комфортным, и вы сможете наполнить путешествие приятными эмоциями. Все ссылки из подборки найдёте в описании. Подписывайтесь на наш канал, чтобы открывать новые направления и пути. И до новых встреч!